Приветствую вас. Я, честно говоря, думаю, что вот проблема, трудность заключается в том, основная, что вы когда-то выбирали себе своего мужа, да, ну, явно рассчитывали на что-то другое, да, то есть вы явно не рассчитывали на то, что он будет, ну вот, как-то вести себя вот так, как он себя, собственно говоря, с вами вёл. То есть у вас были определённые ожидания, у вас были, наверное, и есть определённые попередности, вот, но вы их почему-то связывали, именно с мужем связывали, и что, наверное, важно связываете до сих пор. То есть вы изначально свои отношения с мужем устраивали, видимо, так, что они у вас были завязаны на получении чего-то для себя, у вас были завязаны именно на реализации того, что вам нужно, вот, и в результате этого вы оказались в такой вот зависимости, что, конечно же, не в коей степени не способствуют вашей самостоятельности. То есть речь как раз идёт о том, что вы изначально, ещё до того, как разошлись с мужем, уже оказались зависимы, и разошлись с мужем именно по этой же самой причине, потому что мужчина, скорее всего, поняк что, вы не воспринимаете его как некую такую отдельную личность, вы не воспринимаете его как некую самостоятельную личность, вы воспринимаете его как некое средство, как некий объект для получения того что вам нужно. И, собственно, это вся проблема, то есть, рожая ребенка и уходя с работы, вы не делали этого, потому что вам хотелось стать матерью, и вы были готовы к тому, чтобы это сделать, а вы преследовали некие другие цели, вот, которые, по итогу, просто не реализовались. Соответственно, это поражает у вас сейчас состояние фрустрации и подавление депрессирования себя. Ну, здесь, в первую очередь, нужно дифференцировать ваши цели, потому что они у вас явно деструктивные, по крайней мере, то, что я вижу на данный момент, вот, я вот считаю, что свидетельствует, скорее, о некой деструкции, чем о позитиве для вас и для вашего ребенка. И, соответственно, необходимо более четкие, более персональные, более личные цели вам ставить. Сначала же, то, что вы делаете, вы по большому счету просто сравниваете себя с другими людьми почему-то, и почему-то плачете. То есть, понимаете, вот, сравнивая себя с другими людьми, вы пытаетесь кому-то это доказать. Доказывая кому-то что-то, кому-либо что-либо, вы не добьетесь ничего позитивного, вы не добьетесь ничего хорошего, вы только и будете продолжать себя обесценивать, вы только и будете продолжать как-то вот себя втаптывать в грязь, потому что, ну, просто ничего хорошего из этого не получится, да? Вот, вы это сами видите. Соответственно, позитивный настрой, это, в первую очередь, честность самой собой, что вам нужно, это, в первую очередь, честность самой собой за то, что вам нужно, и личная ответственность за то, что вам нужно, не прикладывание даже в мыслях этой ответственности на других людей, по той простой, в общем, причине, что только вы можете и, я полагаю, должны обеспечить себя тем, что вам нужно. Другие люди могут это сделать, но не обязаны. Вот. А, то есть, позиция здесь, она, в общем, в целом, пока, и я отдаю себе отчет, что вам может быть, может быть, это неприятно, может быть, вы хотели бы, чтобы все было по-другому, может быть, вам это, в общем и целом, было бы приятно, но ситуация такая, какая она есть, я не думаю, что ситуация изменится, если вы действительно, если вы, как сказала моя коллега, ничего делать не будете, вот, и, соответственно, не очень понятно, что вам в этой ситуации нужно, вообще, вот, чего вы хотите? как бы, а вот, помочь вам от того, того, какой помощи вы от нас хотите, я думаю, зависит много от того, какая помощь вам нужна, а пока что я, честно говоря, этой вот, ну, этого заброса, да, скажем так, не увидел, вот, это, мне кажется, достаточно серьезной такой проблемой, вот, и сейчас вы, сейчас вы находитесь в очень четком таком состоянии жертвы, соответственно, жертвы, когда у меня все плохо, вот, но задумайтесь, задумайтесь, пожалуйста, вот о чем, да, задумайтесь о том, что мотивирует вас, насчет насчет сравнивать себя с другими людьми. Вот, задумайтесь о том, задумайтесь о том, задумайтесь о том, задумайтесь о том, по какой причине вы сравниваете себя с другими людьми, вот, и я думаю, что если вы для себя эти моменты, эти моменты выделите, если вы для себя эти моменты исследуете, если вы разберетесь в себе, что конкретно вы, опять же, обесцениваете саму себе, то я оба погоню, ситуация, ситуация будет, эм, гораздо, эм, лучше для вас Вот, сейчас все будет гораздо, эм, полезнее, э-э-э, для вас, вот, и, э-э-э, соответственно, это будет, э-э-эм, что-то, что он будет как-то вот толкать, ну, толкать вас вперед, я полагаю, мне так, по крайней мере, э-э, ну, мне так, по крайней мере, видится, э-э-э, ситуация ваша, вот. Э-э-э, понимаете, э-э-э, сам по себе, э-э-э, позитивный настрой, он, э-э-э, в общем, мало что дает сам по себе, вот, сам по себе, давайте будем, э-э-э, честны, и сам по себе позитивный настрой не дает ничего, он, э-э-э, должен быть чем-то подкреплен, э-э-э-э. Э-э-э-э-э, без этого, без, э-э-э-э, подкрепления, да, э-э-э-э, по большому счету, ну, по большому счету, ну, по большому счету, ничего не значит, то есть, вот, ситуация, ситуация, да, без подкрепления, она, по большому счету, ничего, ничего, ничего вам не дает, и настроение ваше, э-э-э-э, то же самое, без, э-э-э-э, без подкрепления, э-э-э-э, ничего не несет, понимаете, какая штука. Поэтому, э-э-э-э, я бы очень хотел, чтобы вы, э-э-э, для себя, это, как-то вот, уловили, я бы очень хотел, чтобы вы, для себя эту ситуацию, как-то выяснили, в peligrosity, и я бы очень хотел, чтобы вы, э-э-э, э-э-ээ, именно подкорректировали, э-э-э, свое, свое поведение, в, э-э-э, в соответствии, э-э-э-э, с этим, вот, То есть это, ну вот, в соответствии всем, о чем я говорил здесь. Это очень важно. Вот, в принципе, то, что я, наверное, хотел бы вам сказать. Вот, траюсь именно на то, что вы написали. Этого мало, безусловно. Вот. Этого, это немного. Безусловно, это немного. Но я надеюсь, что вам этого будет на первое время. Хотя бы на первое время. Вам этого будет достаточно. Вот. Потому что, эээ, иначе просто ничего не изменится. Вот. Иначе, эээ, ну, ситуация останется, эээ, такой же. Вот. Как она сейчас есть для вас. Вот. Эээ, на этом все. Я надеюсь, я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Эээ, если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, эээ, вы можете задать их специалисту, любому специалисту. Эээ, в том числе и мне. Эээ, если вам понравился мой ответ, эээ, буду благодарен. Эээ, за его оценку. Эээ, в качестве, эээ, лучшего. Эээ, я вам, ээээ, я вам желаю. Эээ, я вам желаю всего ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...